МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Вы смотрите новости недели на телеканале Беларусь-4. Из всех событий, уходящих 7 дней, мы выделяем главное, не упуская ключевых деталей. Здравствуйте! В свете софитов, на сцене и за кулисами. Сегодня свой профессиональный праздник отмечают те, кто создает праздники для других работников культуры. Граница под защитой. В Мозырском районе прошло совещание по вопросам реализации в регионе государственной пограничной политики. С уборкой урожая надо ускориться. С теми, кто помогает аграриям собирать рекордные урожаи этого года, познакомились наши корреспонденты. Рисунки польских мастеров, древнерусские фрески, редкие фотографии Гомеля и автографы космонавтов. Это стоит увидеть. Какой была неделя из жизни Гомельской области, расскажем в ближайшие 26 минут. Пограничная безопасность как неотъемлемая часть безопасности национальной. На этой неделе в Мозырском районе прошло межведомственное совещание по вопросам реализации в регионе государственной пограничной политики. Особое внимание уделили взаимодействию структур, имеющих отношение к этой теме. За 9 месяцев этого года пограничники, таможенники и представители силовых ведомств провели на огранице более 100 совместных специальных операций, в ходе которых только товаров изъяли почти на 3 миллиона рублей. Хотя и здесь есть над чем работать. Уже 5 лет действуют республиканские и региональные координационные советы, но недоразумения между ведомствами, которые решают общую задачу, все еще возникают. Во время совещания в Мозыре этой теме уделили особое внимание. Существует ведомственная разобщенность. Каждое ведомство варится в собственном соку, каждое ведомство внутри себя эти проблемы, не понимая о том, что если мы сообща вместе будем решать проблемы, то даже, правильно было сказано, даже невыполнимые задачи можно выполнять. В зале представители органов власти, силовых ведомств, таможни, лесного хозяйства, дорожной службы и Полесского государственного радиационно-экологического заповедника. Сегодня по его территории проходит более 100 километров государственной границы. Вместе с тем, по причине высоких уровней радиации, на некоторых участках постоянное присутствие пограничников просто невозможно. Пока здесь используются передвижные бригады и фотоловушки, однако этого недостаточно. Решать проблему предполагается более широким внедрением технических средств и строительством инженерных сооружений. Инженерные оборудования границы в зоне отселения и отчуждения позволят контролировать состояние границы и будут препятствовать пересечению границы, особенно важный момент, это транспортными средствами, на которых можно доставить в нашу страну боеприпасы, взрывчатые вещества, взрывные устройства и иные средства террора, а также наркотические средства и психотропные вещества, в том числе предметы дезинструктивной направленности. Сегодня свой профессиональный праздник отмечают люди, чья работа создавать праздничное настроение другим. Но на этой неделе именно они принимали поздравления и подарки. На торжественном собрании в Дворцово-Парковом ансамбле 35 лучших работников отрасли получили заслуженные награды, в том числе и от отраслевой профсоюзной организации. С ее руководителем Михаилом Жукевичем встретились наши корреспонденты и узнали, как профсоюз поддерживает этих людей и как планирует развиваться. Михаил Григорьевич, сколько человек сегодня задействовано в сфере культуры в Гомельской области? 14,5 тысяч членов профсоюза. Из них 9-800 – это члены профсоюза, работников культуры. Среди них 700 человек учащиеся и 230 человек – это пенсионеры, которые на сегодняшний день работали в нашей отрасли, ушли и остались в нашем профсоюзе. Все остальные, по-моему, 9 с небольшим – это работающие люди, которые работают в нашем профсоюзе. Это работники культуры. Ну, здесь, конечно же, понимаете, наш профсоюз, он такой многогранный. Я когда-то, когда пришел только, вот мы считали, сколько различных специализаций, специальностей есть в нашем профсоюзе. Вот до 50 мы дошли. Вот это да. Но вообще 10 тысяч, практически 10 тысяч человек в Гомельской области имеют отношение к этой сфере. Чем она специфична, как считаете? Ну, я думаю, что, наверное, человек рождается с этим словом. И человек уходит тоже с этим словом. Потому что, ну, понимаете, любые праздники, любые мероприятия, которые проходят без культуры, и, как говорится, на сегодняшний день, ну, у нас, наверное, ни одно мероприятие в городе, в области, в республике не проходит. Песня «Строить и жить помогает». Так точно. Вот. Поэтому, вы понимаете, интересно, я же вижу, что люди очень интересные в нашем профсоюзе. Вот. Ну, конечно же, со своим эго, со своим «я». Почему? Потому что у нас, например, родные артисты. Люди творческие? Творческие. Причем высочайше творческие. Да. Вот. И просто так, подойти, сказать или подойти что-то, это сложно. Ну, и, конечно, есть и обыкновенные, простые, рабочие, которые работают сегодня и уборщиками, которые работают сегодня костюмерами, которые работают сегодня библиотекарями, которые работают сегодня обыкновенными преподавателями музыкальных школ. Все это большая семья работников культуры. Понятное дело, в областном центре условий побольше для развития этого направления и учреждения, да и финансирования больше. А вот что касается культуры в небольших населенных пунктах? Вы знаете, я когда-то давным-давно, будучи депутатом Палаты представителей, как-то взял и проанализировал поступления детей из сельских школ, из городских. Я это делал еще, когда работал с секретом комитета комсомола Гомельского государственного университета. Вот как учатся сельские дети и как учатся городские дети. Только вот на первом и втором курсе городские гораздо лучше, сельские догоняют. На третьем курсе они уравниваются. А четвертый и пятый практически уже потому, что у них есть тяга, у них есть вот... То есть они пришли к чему-то новому, они увидели больше доступ к библиотекам и так далее. Так и здесь. В селе, да, условия, может быть, не те, но специалисты, они стараются. И те же лауреаты фонда президента, как в городках сегодня, так и в нашем колледже искусств Соколовского есть. Те же победители конкурсов международных музыкальных, как сегодня в сельской музыкальной школе, так и в нашей городской музыкальной школе. То есть, другими словами, условия не всегда важны, хотя и сегодня они тоже подтягиваются. Конечно, конечно же, все зависит, конечно же, от специалистов, которые на сегодняшний день делают ту или иную работу. Если человек предан этому делу, вопросов никаких не будет. Если сегодня библиотекарь предан своей работе, заезжаешь в библиотеку, там есть подписка, начиная от нашей районной газеты и заканчивая всеми российскими изданиями. То есть, находят эти и средства, находят и этих меценатов, спонсоров и так далее для того, чтобы сделать эту подписку. Почему? Потому что это их работа, это их, наверное, ну, это их жизнь. Михаил Григорьевич, знаю, что на этой неделе вы еще в отпуске, и тем не менее, большое количество мероприятий, связанных с профессиональным праздником, не смогли оставить вас дома и с домашними делами. Как прошел профессиональный праздник у вас и у ваших коллег? Ну, я вам скажу, что во всех районах, например, проходят, в принципе, маленькие, но какие-то торжественные мероприятия. Все, буквально практически все районы подали нам заявки на поощрение тех или иных своих работников, будь то работник библиотеки, будь то музыкальной школы или же киновидеообъединения. У них, понимаете, что самое главное, что у них у всех есть свои профессиональные праздники. Есть праздник библиотеки, есть праздник музеев, есть праздник кино, есть праздник других, но их всех объединяет праздник культуры. Что ж, пусть большее из задуманного сбудется. Спасибо за интервью и до новых встреч в эфире «Беларусь-4». Спасибо. Программу продолжит обзор новостей от службы информации. Вы узнаете, какие перспективы открывает перед регионом подписанный в Херсонской области Украины меморандум о сотрудничестве. И что подарят участники белорусской делегации своим сверстникам на фестивале молодежи в Сочи. Гомельскую и Херсонскую области Гомельскую и Херсонскую области свяжет водный транспортный коридор. Трехсторонний меморандум о сотрудничестве и партнерстве с целью реализации этого проекта подписали руководители Гомельской и Херсонской областей, а также судостроительная компания «Небулон» из города Николаева. Проект по восстановлению судоходства на Днепре предусматривает доставку грузов из Беларуси в страны Европы, Азии и Африки через Черное море. Для этого планируется строительство порта река Моря в районе деревни Нижней Жары Брагинского района, а также углубление фарватера реки на участке между портом и Киевским водохранилищем. Пусть Поднепро объединит экономики двух регионов и увеличит объем перевозок грузов водным транспортом. Тем временем Гомельмаш подписал дилерский договор с Херсонским машиностроительным заводом на реализацию в Украине сельскохозяйственной техники «Полессия». Первые поставки комбайнов белорусского промышленного гиганта будут осуществлены до конца года. Сегодня в Украине парк комбайнов по лесу насчитывает 2000 единиц. В перспективе сотрудничество предприятий предусматривает создание в Херсоне совместного производства по сборке техники. В Гомельской области 4 октября началась подача тепла в школы, детские сады, больницы, поликлиники и другие социальные учреждения. Отопление в жилых домах, гостиницах и общежитиях подключат на втором этапе. В жилфонд тепло начинают подавать, если средняя температура наружного воздуха в течение пяти дней не превышает 8 градусов. Вероятно, это произойдет на следующей неделе. В прошлом году отопительный сезон в Гомельской области начался 10 октября. Молодежь Гомельской области готовится к участию в 19-м Всемирном фестивале молодежи и студентов. Как ожидается на форуме, который с 14 по 22 октября будет проходить в Сочи, наш регион представит 25 человек. В составе белорусской делегации представители различных общественных организаций. БРСМ, Республиканская скаутская ассоциация, Белорусская ассоциация клубов ЮНЕСКО. Сувениры, которые белорусская молодежь представит на форуме, это зубрята. К их изготовлению привлекли пионерский актив. Всего в Гомеле подготовят 100 таких сувениров, в целом по стране 500. Во время выставки, которую организует белорусская делегация, их можно будет не только увидеть, но и получить на память. На полях Гомельской области продолжается уборка овощей. По некоторым культурам урожаи в этом году получены рекордные. Чтобы собрать все с минимальными потерями, на помощь аграриям направляются бригады, созданные в региональных центрах занятости, а также молодежные отряды. Гомельский городской центр занятости. Каждое утро фермерские хозяйства и сельскохозяйственные предприятия отсюда отправляются по несколько автобусов. Работа есть всегда. Зимой переборка овощей перед отправкой в торговую сеть. Сейчас их сбор на полях. С начала года такой возможностью оказать помощь сельчанам и одновременно заработать дополнительные средства только в Гомеле воспользовались почти 3800 человек. Женщин у нас больше. Мужчины тоже ездят. Мужчины в качестве грузчиков что-то тяжелое перебрать, мешки поднести. В основном такая для них работа. Когда про полка, у нас больше женщин ездят, потому что мужчины не любят такую работу. Сегодня основная работа на полях для добровольных помощников – уборка моркови, картофеля, лука и капусты. Бригадам из центров занятости в некоторых районах помогают молодежные отряды. Вообще, студотрядовский сезон 2017 официально завершился 30 сентября. Однако их работа все еще востребована. Так было всегда. Бойцы студенческих отрядов в помощи никогда не отказывали. В Казахстане дождь – это достаточно редкое явление. Но случилось так, что пошел такой ливень, который был настолько сильный, что он затопил теплотрассу, которая подходила к школе, которую ему строили. Сроки сдавать надо было уже сдавать. Понимаете, и надо было всю эту грязь вычерпывать. Короче, независимо от того, хотелось это, не хотелось, оплачиваемое это, неоплачиваемое мы делали, потому что была цель сдать школу. Сейчас, может, оно редко употребляется слово «энтузиазм». На энтузиазме строилась вообще наша вся страна. Вспомните, начиная, будем говорить еще после революции, энтузиазм. Вот что двигало людьми. Я не думаю, что у нынешней молодежи отсутствует это слово. Они могут его не произносить. Но энтузиазм был, есть и, надеюсь, еще будет. В последние дни дожди идут все чаще. И, по большому счету, работать на полях не очень комфортно. Однако цель определена. И достичь ее необходимо. Пока не наступили морозы, нужно убрать выращенное с минимальными потерями. Или еще лучше, вообще без них. Даже из этих погодных условий, которые были в этом году, урожай мы получили неплохой. Даже посмотреть пауку в этом году мы получили на тысячу тонн больше, даже позапрошлогоднего года, когда у нас был самый большой урожай. В этом году мы получили больше. Неплохой урожай моркови, неплохой урожай капусты. Ожидается тоже выше, чем прошлогоднего. Поэтому, в принципе, подтягиваем все силы для того, чтобы вовремя все убрать и не попасть под нехорошую ситуацию, конечно, под замороз. Разговор о сделанном в целом и студотрядовском движении в частности продолжается в Гомельском городском комитете БРСМ. Три года подряд созданы при комитете штаб трудовых дел «Лучший в Беларуси». В этом году в строительных, сельскохозяйственных, сервисных и волонтерских отрядах работали почти 5000 студентов гомельских вузов. Хотя и эта цифра могла бы быть более значительной. Существующие ныне правила предполагают формирование отрядов не позднее, чем за месяц до начала работ. И даже если один боец не сможет выехать по каким-то причинам, вся соответствующая документация переоформляется вновь. Иногда этого сделать просто не успевают. Конечно же, за месяц до начала работы тяжело знать наверняка, эти студенты будут ли готовы все-таки работать. Может быть, кто-то из них не придет в медкомиссию, кто-то уедет, передумает на отдых, допустим, за пределы страны. Поэтому потом из-за этих вот вроде бы мелочей приходится затягивать сроки работы. Им немножко проще, что у них уже есть наработанный материал, им можно пользоваться. Но изменилось время. Раньше рабочие руки только давай. Сегодня у нас идет оптимизация. Сегодня им, конечно, очень сложно, наверное, внедрить большую группу людей, тем более временно. Это только на такие временные работы. Я думаю, что для них это тоже сложно. Но для этого, по-моему, у них есть документы. И СВП принимал решение о поддержке вот таких моментов. И, наверное, там уже даже у нас было так, что мы почтялись те руководители, которые принимали студенческие строительные отряды. Ну, чем выражалось почтение? Это мало будет грамота. У нас тогда не было там премии и прочее, а получить по награду обкома партии, обкома комсомола, ЦК комсомола, совета министров, когда, допустим, он из года в год принимает. Но тогда были большие стройки. И еще один вопрос, который сегодня активно обсуждается, но пока положительно не решается. Оставить память о сделанном студенческими отрядами не только построенными объектами и убранными тонами, но и музейными экспозициями. Причем речь не идет об обязательном создании одного городского музея. Их можно открыть в каждом вузе и использовать для трудового и патриотического воспитания молодежи. Вот мы готовим студенческий строительный отряд. Перед тем, как он выезжает, как космонавты смотрят белое солнце в пустыне, мы с вами ведем их на экскурсию. Смотрим, как работали они, что делали они, какие успехи там и прочее, прочее. Это одна из форм патриотического воспитания. Надо с людьми работать так, чтобы это было незаметно, приятно и шло на пользу. Вот тогда у нас результат будет, наверное, более ощутимый, чем вот когда мы там прямолинейно. Ты должен быть патриотом. Вот будь патриотом. Это не то. Патриотом надо таким вот образом сделать, на мой взгляд. Олег Сенсюров, Ольга Коновалова, Евгений Макеенко. Новости недели. Вы смотрите новости недели на Беларусь4 и мы продолжаем обзор событий уходящих 7 дней. В стабилизационные фонды Гомельской области закладка овощей и фруктов идет с опережением графика. Создание запасов будет завершено до 15 ноября. Исходя из нынешнего урожая, они будут сформированы в объеме, который позволит обеспечить беспребойное поступление местных овощей в торговую сеть области до конца весны. В Беларуси 7 октября прошла акция «Чистый лес». Министерство лесного хозяйства призвало граждан внести свою лепту в наведение порядка. Лесхозы обеспечили участников всем необходимым инвентарем. Проблемы несанкционированных свалок, строительных и бытовых отходов в лесах, на площадках отдыха и автостоянках по-прежнему остаются актуальны. Основная цель акции «Чистый лес» привлечь внимание общественности к необходимости бережно относиться к лесу и не засорять его. Такая осенняя уборка уже стала традиционной. Впервые она прошла в 2010 году, и с тех пор ее участниками стали десятки тысяч добровольцев. Команда Гомельской области заняла первое место на международных соревнованиях по пожарно-спасательному спорту на Кубок Дружбы. Они состоялись на базе Гомельского лицея МЧС. В нынешнем году турнир проходил уже 39-й раз. В нем приняли участие более 30 сотрудников МЧС из Гомельской и Брянской областей. Борьба шла в трех видах программы – 100-метровая полоса с препятствиями, подъем на четвертый этаж учебной башни, боевое развертывание. Тигренок, зубренок или колокольчик? Продолжается прием заявок на разработку талисмана вторых европейских игр в Минске. Объявлен открытый республиканский конкурс. Принять участие может любой желающий. Нужно предложить идею талисмана, изображение и имя. Талисман должен соответствовать олимпийским ценностям и слогану «Яркий год, яркий ты». Заявки принимаются до 15 ноября 2017 года. Обладатели первых трех призовых мест получат всебелорусскую известность, а также пригласительные билеты на мероприятие «Евроигр» и комплекты парадно-спортивной экипировки национальной сборной Беларуси. А теперь о наиболее значимых культурных событиях. На уходящей неделе открылось несколько интересных экспозиций. Во дворце Румянцевых и Паскевичей можно познакомиться с творчеством мастеров польского рисунка. А в картинной галерее Ващенко увидеть шедевры древнерусской иконописи. Автографы космонавтов представили в библиотеке имени Герцена. Наш обозреватель Вероника Варашилина успела посетить все эти выставки и готова поделиться впечатлениями. Шедевры древнерусской иконописи, созданные более 500 лет назад, сейчас можно увидеть в картинной галерее Гавриила Харитоновича Ващенко. Здесь открылась выставка «Свет фресок Дионисия». Экспозицию составляют около 100 работ, выполненных талантливым московским фотохудожником Юрием Холдиным. Автору понадобилось почти 12 лет, чтобы сфотографировать все фрески древнерусского мастера Дионисия. Съемки проходили в соборе Рождества Пресвятой Богородицы, Ферапонтово монастыря в Вологодской области. Это памятник мирового значения, внесенный ЮНЕСКО в список всемирного наследия. Храм был расписан Дионисием и его сыновьями в 1502 году. Считается, что эта роспись – единственный пример творчества выдающегося представителя Московской иконописной школы рубежа XV-XVI веков, который сохранился до нашего времени. Юрий Холди не только запечатлел уникальные фрески, но и благодаря новаторским методам фотосъемки сумел максимально точно передать их цвет, фактуру, объем и пропорции. А во Дворце Румянцевых и Паскевичей тем временем открылась выставка «Мастера польского рисунка». Она представлена из собраний Подляского музея в Белостоке и окружного музея в Сувалках и направлена на знакомство с художественной культурой страны-соседки. В экспозиции более 300 графических произведений польских мастеров XIX-XX веков. В Гомеле они демонстрируются впервые. Выставку характеризуют богатое жанровое разнообразие. От портретов и карикатур до пейзажей, сюжетных зарисовок и исторических сцен. Во Дворце Румянцевых и Паскевичей можно увидеть работы таких знаменитых польских художников, как Юлиуш Косак, Ян Матейко, Станислав Питкевич и многих других. Экспозиция демонстрирует посетителям интересный творческий материал и одновременно является своеобразной презентацией польских музеев. И сразу два оригинальных экспозиционных проекта на уходящей неделе представили в Гомельской центральной городской библиотеке имени Герцена. Выставка автографа космической эры приурочена к 60-летию запуска первого искусственного спутника. В экспозиции около ста автографов, известных конструкторов, ученых и космонавтов. Юрия Гагарина и его матери Анны Тимофеевны, Владимира Коваленко и Алексея Леонова, Андриана Николаева и Павла Поповича и других выдающихся личностей, которые имели отношение к освоению космоса. Еще одна выставка, которая открылась в Гомельской центральной городской библиотеке имени Герцена, «Залинейная перспектива». Она демонстрирует зрителю, не тронутый новостройками уголок Гомеля, который сохранил свою неповторимую ауру и самобытность. Автор фотопроекта, личность творческая и многогранная, поэт, драматург, пресс-секретарь Гомельского областного драматического театра Владимир Ступинский. Фотографией он увлекается еще со школьных лет. Снимки, представленные на выставке, сделанные им в разные годы. В своих фотоработах Владимир Ступинский попытался отразить повседневные моменты жизни, которые часто остаются незамеченными в ежедневной суете. В глазах человека творческого эти кадры находят совершенно новое звучание и поражают своей лаконичной красотой. Следующая неделя будет также колоритной и запоминающейся во Дворце культуры железнодорожников состоится концерт «Мировые саундтреки-2». В программе «На бис» прозвучат музыкальные композиции ко всемирно известным кинофильмам в исполнении блистательных музыкантов гомельских городских оркестров. А тем временем в Жлобинском городском центре культуры пройдет концерт народного ансамбля «Сорока». Артисты из Великого Новгорода Российской Федерации подарят зрителям яркое и зрелищное выступление в лучших традициях русского народно-песенного искусства. Самыми интересными культурными событиями региона вознакомили Вероника Ворошилина и Евгений Макеенко. Обзор подготовлен специально для программы «Новости недели». И занимательная новость в окончании выпуска. Здание редакции Ельской районной газеты «Народный голос» теперь украшает скульптура журналиста. Она появилась благодаря совместным усилиям коллектива редакции и сотрудников Заширского культурно-спортивного центра. С ручкой и фотоаппаратом журналист сидит на стопке книги, задумчиво смотрит вдаль. По мнению сотрудников газеты, он вернулся с задания и размышляет о том, как донести до читателя самые главные ценности – любовь, человечность и доброту. Это были итоги минувших семи дней. На будущей неделе мы продолжим следить за происходящим, чтобы рассказать о главном. До встречи! Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова